Как вступить в любую РП фракцию на Гранд Мобайле? Покажу на примере полиции. Я думаю многие не могут вступить в полицию на Гранд Мобайле. И поэтому держите подробный гайд тутор как туда попасть. Для начала первым делом нам необходимо обзавестись паспортом в правительстве. Отходим к Виктории и она совершенно бесплатно нам быстренько без всяких вопросов его выдает. Вот он нам добавился в инвентарь. Вот так если что он должен у вас выглядеть. Затем вам также обязательно нужна медкарта. Получить ее можно в любой больнице. Также подходим на ресепшн к этому боту и получаем ее бесплатно сразу же. Ну и конечно же лицензии. На права мы получаем в автошколе, а на оружие приезжаем в мэрию и также покупаем их за 25 тысяч рублей. Да, они уже платные. Теперь когда мы все это собрали ждем в чате вот такое государственное сообщение. В котором будет сказано что сейчас проходит набор и уже дружненько перемещаемся в полицию. На главной стойке ведут набор от 1 до 3 полицейских в зависимости от количества игроков. Подходим к любому ожидая своей очереди. Нас приветствуют и мы делаем то же самое. На вопрос вы к нам отвечаем да. И вот тут начинается уже самое интересное. Открываем наш чат, слева нажимаем на вот это окошко и выбираем в нем событие. Обязательно с большой буквы пишем паспорт в кармане и обязательно в конце ставим точку. В событиях всегда нужно обязательно писать с большой буквы и в конце обязательно ставить всегда точку. Имейте это ввиду. Далее тут же в этом окошке выбираем действие. Пишем засунул руку в карман. Затем также в действии достал паспорт. Теперь выбираем событие и пишем паспорт в руке, точка. Выбираем снова действие и пишем передал паспорт человеку напротив. Зажимаем пальцем на игрока, выбираем здесь документы, показать паспорт и теперь у нас просят медкарту. Также сначала в событии с большой буквы пишем медкарта в кармане, точка. Действие засунул руку в карман. Действие достал медкарту из кармана. Событие медкарта в руке. Если вы, как и я, сейчас допустили ошибку, то не беда. Нажимаем на чат, выбираем НРП, то есть Нон-РП и пишем сюда откат. И все нормально. Теперь нам нужно снова повторить уже без ошибок. Медкарта в руке, не забывая переключать чат. Действие передал медкарту человеку напротив. Также зажимаем на игрока, выбираем документы и показать медицинскую карту. Теперь у нас спрашивают наши лицензии. Выбираем событие. Папка с лицензиями в кармане. Действие засунул руку в карман. Действие достал папку с лицензиями. Событие папка с лицензиями в руке. И наконец-то действие передал папку с лицензиями человеку напротив. Затем также через меню показываем ему свои лицензии. Теперь нам задают вот такой вопрос. Нам на него нужно ответить да. Еще один вопрос под ковыркой, что у меня в руках. Нам нужно ответить мои документы. А что под ногами, очевидно отвечаем пол. А что над головой, потолок, но если вы находитесь на улице, то нужно сказать небо. Затем у нас спрашивают помолчим, отвечаем да. В нон-рп чате нам нужно расшифровать вот эти вот термины. Выбираем в чате нон-рп и отвечаем. ЕПП езда по полям, ЗЗ зеленая зона, ДМ убийство без причины, ТК тим килл. И вуаля, практически нас уже приняли. Подходим к полицейскому, ничего не говорим, просто стоим и ждем. Он также отыгрывает рп ситуацию. И нам системно поступает предложение о вступлении во фракцию полиции Арзамаса. Нажимаем просто принять. Ничего не писать в чат не нужно. Если вам интересен такой формат, то давайте соберем 2000 лайков, и я вам расскажу и покажу, как повышаться в полиции до лидера. Теперь в чате мы видим фракционное уведомление, в котором написан дискорд нашего лидера. Полицейский нам объясняет то, что нужно написать ему, чтобы он добавил нас в дискорд канал. После чего нам нужно выбрать там роль вашей организации, и далее просто читаем отдел информации, о котором все будет сказано. Вот в принципе и все, теперь мы самые настоящие полицейские. Если все сделаете точно так же, как и я, то так же попадете. А теперь небольшая экскурсия. Здесь допрашивают преступников перед посадкой в камеру. Тут санузел, в котором проводятся всякие рпшки. Здесь у нас склад различного оружия. В этом кабинете проводят всякие лекции, сдаем экзамены. Это комната для допроса. Здесь мы можем даже вот такую красивую фоточку вот сделать. Далее кабинет старшего состава. Остается комната, в которой мы спавнимся, и здесь же есть раздевалка, то есть переодеваться в рабочую одежду. Ну и конечно же большая парковка с различными автомобилями. Еще здесь же около этой стены проводятся всякие сборы. Теперь зажимая на игрока, в меню у нас появились две кнопки организации. Первая у нас для старшего состава, там можно понизить ранку, уволить, принять и выдать выговор, снять выговор и так далее. А во второй кнопке мы можем надеть наручники на игрока, снять наручники, обыскать, конвоировать, выписать штраф, забрать лицензию, в общем и тому подобное. Выдать розыск, понятное дело. Если я вам помог, то прожимайте лайк. А с вами был Илмайк, увидимся в следующем ролике.